США отклонили российско-китайскую инициативу по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Согласно этому плану, КНДР должна прекратить ракетные испытания, а США и Южная Корея — совместные учения в регионе. 5 июля в ходе этих манёвров американские и южнокорейские военные произвели запуск ракет в акваторию Японского моря. В Госдепартаменте заявили, что учения не связаны с деятельностью Пхеньяна, а позиция Вашингтона останется неизменной. Мы проводим подобные учения по всему миру и поддерживаем такие отношения со многими странами. Если Китай и Россия решат выступить против этого, наша позиция всё равно не изменится. 4 июля Пхеньян провёл испытания баллистической ракеты. На экстренном заседании Совбеза ООН США пригрозили применить силу в отношении Северной Кореи. Дестабилизирующая эскалация обстановки Северной Кореи создаёт угрозу для всех стран в регионе и за его пределами. Действия КНДР быстро сводят на нет шанс достижения дипломатического решения. США готовы задействовать весь спектр своих возможностей для защиты себя и своих союзников. Одна из таких возможностей — наша значительная военная мощь. Мы будем использовать её при необходимости, но предпочли бы не идти в этом направлении. США вот уже 70 лет посылают один и тот же сигнал, вновь и вновь запугивая население КНДР. А сейчас возросла вероятность того, что Вашингтон реализует эти бесчисленные угрозы. Вводятся новые пакеты санкций, а страны, которые поддерживают Северной Кореи и торгово-экономические связи, получают в свой адрес новые угрозы. Всё делается для того, чтобы устроить провокацию.